МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры программа новинный регион, а у студии Катярина Градницкая. Витаю вас и сегодня в выпуску глядите. Журавины, брусницы, грибы. В этом году циркуляция предполагается вируса H1N1-мечеван. В области проходить кампания вакцинации супрадь-гриппу. Народная заслуженная узорная. 14 аматорских коллективов у Могилёшины сё лета отримали гоноровое звание. Больше за 430 тысяч доз вакцины супрадь-гриппу поступила в область. Полова Кастрышника и Листопада – самый сприяльный период для иммунизации насельництва супрадь этого вируса. Говорят медики, поспевая сформироваться иммунитет до отказного сезона. Важность этой кампании признают многие керунники. Из-за кошт сродка у предприемства вакцинуют супрадь-гриппу своих работников. На Могилёшине в целом плануют прищапить больше за 40% насельництва. Это медпункт Могилёвской булышно-кондитерской компании. Зраницей его наведали шмат людей. Работники пришли на вакцинацию супрадь-гриппу. На предприемстве активно поддерживают компанию по иммунизации. На хлебопекарной в творчестве не могут допустить к обработнике массовой хворели. Это потеря рабочего времени, это переработки тех, кто остался на рабочих местах, это привлечение тех, кто должен заниматься другой работой, работе им не свойственным. Ну, вы знаете, процесс производства – это непрерывный у нас. Поэтому мы не можем ничего не остановить, мы не можем там уйти на какой-то карантин. Мы обязаны обеспечить производство и обеспечить город продукцией. Летось у этой булышно-кондитерской компании при щепку от гриппу отрымали, каля 40% работников. И каля керауниста подличвая экономичный эффект, то простые работники, так бы мовить, цану своему здоровью. И кольки сил и грошей на лекис потребится, каля захвореешь. У меня была высокая температура, больше 40. Меня вот племянница и дочка просто еле спасли. Прививаюсь постоянно. Значит, ну, болезни практически гриппом я не болею. Сярод тех, кто летать зарабил при щепке на грипп, хворели у 9-11 разов меньше за тех, кто от такой вакцинации отмоюся. Так, головный санитарный урач в области не выгается, что годово робить при щепку суприть гриппу. На протяжении нескольких лет не имеем серьезных проблем и осложнений в коллективах, в том числе и в детских коллективах. Мы практически не прибегаем к таким мерам, как приостановление учебно-воспитательного процесса. И это радует. Ну и, кроме того, не может не радовать то, что количество осложнений после гриппа, не говоря уже о смертельных исходах, такая акция позволяет просто минимизировать. Головная метаиммунизация не столько изнизит захворвоемость, кольки попередит в выпадке ускладнению. И кет шестяком возникают после гриппу. Дарья Семянько, Катярина Городницкая, Дзянис Бутылен. Новины региона. Дарья Семянько, Катярина Городницкая, Дзянис Бутылен. По телефону Могилеве 22-62-41, 22-84-55. Селетняя осень выдалась богатой на урожай грибов и ягод. Областное спожив товариства на этот момент нарыхтовало более за 90 тонн журавин и 30 тонн брусниц. Грибов – больше 30 тонн. Але планы нарыхтовщиков куды больше половы продукции накируют на экспорт у Польшу, Прибалтику и Россию. Остатние реализуются на кермашах и у гандлевых сетках. Сборщики так само у Плюсе. Килограмм по 15 каждый день собираю. 15-17. Сегодня немножко меньше, дождь помешал, погода подкачала. Ну, нормально зарабатываем. Хватает на хлеб. К пенсии прибавочка неплохая. За озерье – традиционное место сбору журавин в Бялынинском районе. У экологично чистой, болотистой мястины, что дня сранку людей с Бялынинш привозят на рыхтовщик рай с пожив товариства. А у вечера прямая работа. 25 рублей 74 копеек. На сборы ягоды грибов можно добро заработать. Делятся сборщики. Тому и ходят у болоты. Хоть и справа гэта не из легких. А коли до ягоды додать собранные грибы, отримается добрая грошовая поддержка. Миллион 12, наверное. 14-12. 14-12. Это заклюквенный сезон, да? Заклюквенный. А вот мясцовая ягоду не осусть одразу в магазин райс пожив Союза. Журавины у насильництва закупают по 2,5 рубли за килограмм. Клюква красивая, качественная, уже, видите, спелая. Ну, люди стараются, потому что каждый хочет заработать. А сколько приносят? Ну, и 20 килограмм, и 30, кто 5, кто 6. У кого какие возможности и силы. Каштонную ягоду сбирают до конца листопаду. А болтпажу товариства, меркуя, в сё леднем сезоне нарахтовать не менее полсотни тонн грибов. Реально, коли уличивают, что только за месяц по в области нарахтовали 30 тонн. Часть грибов мы уже реализовали через розничную торговую сеть. Это крупные наши торговые объекты, крупные рынки города Могилёва, города Бобруйска. Часть грибов переработали методом соления. Часть грибов мы заморозили, которая будет в дальнейшем также реализовываться на рынках города, на осенних ярмарках. Не глядяши на авиасенние заморозки, у многих господару уродили и яблоки. Райспожи у товариства в области приняли 10,5 тысяч тонн. На сдачу опошних насильництво зарабило 1 миллион 800 тысяч рублей, а за сбор дикорослой продукции – 500 тысяч. Кристина Кранкевич, Александр Тарасов, Новин Региона. Ну а кто еще не поспел на запасе ця Гароднину, зможе завитать на так званые восенские кермаши. У этой выходной они пройдусь у Бобруйска и у Могилёве. Выездные мини-кермаши так само будут организованы у райцентрах. Так, у Кастрышненским районе Могилёва Гандаль садовиной Гародниной разгорнется на пляцовце каля школы номер 17 по улице Шалюскенцев. У Ленинским районе с 10 до 16.00 сезонную продукцию будут продавать каля Гандлёвага центра на улице Каштановая. Тут можно будет набыть огороднину, саджанцы, насенье, свежую рыбу и мясо-молочную продукцию. 13 фермерских господарок в области представят уроджаях этого года каля Гандлёвага центра у Казинировцы. У Бабрунску жарговый кермаш запрашает усіх на улицу Максима Горкага уздовж дома номер 41. Усяго, як поведомили у областном управлении Гандли, на Могилёвшине селета заплановано больше за 400 кермашов. 14 аматорских коллективов в Могилёвшине селета удостоены высокого звания «Народный заслуженный узорный». Ця переху в области 489. Гэтыми личбами у шаргу інших заслуг може гонориться наша в область. Так отзначена подчас шановання работников культуры и мастацтва з нагоды их профессийного свята. Настя и Антон пораз некольких хвилин выйдуть на сцену, как повиншовать своих наставников-хореографов и увогули усіх работников культуры с их профессийным святом. Самое сложное – это было прийти на эти же самые танцы 10 лет назад, чтобы так чётко танцевать, чтобы наш руководитель нам давал эту информацию, чтобы мы изучали эти танцы и потом танцевали, и видели тот результат – вы. У меня есть желание идти на медицину, но ещё я правда не решила кем быть. Но творчество не покинешь? Нет, творчество не покинуло. Для одних творчество – это самореализация, для других – профессия. На Могилёшине в сфере культуры працюе больше за 8 с половы тысяч человек. Это не только культорганизаторы, а и наставники музыки и керунники аматорских самодельных коллективов, работники музеев и театров. Миновито творче люди, отзначу наместник старшини Абла Канкама Андрей Кунцевич, робят великий унесок у развитё и захаванья национальной спадшины. Для меня культура – это моя жизнь. Я работаю в культуре, я пою, я преподаю, учу детей быть артистами. И вы знаете, это в крови. Я засыпаю с мыслями о творчестве, просыпаюсь с мыслями о творчестве. У нас проведено уже более 6 тысяч мероприятий по всей области. Все события яркие. Я считаю, что работник культуры достойно отметит свой праздник. У нас введены два объекта культуры именно в канун Дня работников культуры. Детская школа искусств в городе Кличеве. Районный дом культуры после реконструкции введён в действие. Их головная. Еще 14 аматорских коллективов всё лето стали народными, заслуженными, узорными. Теперь их 489. Дарай, что по околькасе заслуженных коллективов могилёшна в Беларуси у лидерах. Лепшие работники и ветераны Галины отрамали гоноровые грамоты и подяки. Татьяна Сергеевичек, Віталь Алексеенко. Новины региона. Молодые и активные 21 человек представить Могилёшшину на Сусветном фестивале молодых студентов у Сочи. И он пройдет 14-22 Кастришника. У молодежном складе могилёшской делегации студенты и представители творческих и сельгаз предприемств. Наша здымышная группа сустрелася с некоторыми из них и доведелася, с какими идеями они накеруются на международный фест. Ганна Юркина – выкладчик Могилёвского университета харчеванья. Кирилл Ященко – выратовальник. Розные профессии, разные захопления, но объединяет их желание жить активно и быть корыстными. Не случайно они активные уделники разных молодежных проектов. Так Кирилл – учить детям без специи. Ганна – працеволадковая студента у летний час. По этой причине меня заметили за идеи, за реализацию. Ну и, наверное, это одно из направлений, которое я буду просматривать и наблюдать на самом форуме. Капринять удел у фестиваля, каждый из них ещё у соковика упадал в ответную анкету. Кажется, у ей было пытание 100, але им пошанцевало. Мне позвонили из городского комитета и спросили, «Кирилл, а как ты смотришь на то, чтобы представить БРСМ и свою организацию на молодежном форуме?» Ну я как-то сначала в шок так немножко упал, потому что всё-таки такая большая ответственность показать, туда поехать. Можно сказать, даже и не думаю ответил «да». И Кирилл, и Ганна увайшли у склад белорусской делегации. У Сочи они будут жить у Олимпийской вёсцы и знакомиться с молодзью инших краин. Буду стараться обмениваться опытом с молодёжью, так как наша работа, в принципе, как и в молодёжной организации БРСМ, как и в МЧС, больше направлена на работу с молодёжью, с подрастающим поколением, и стараться перенять какой-то опыт, показать свою работу, которую мы проводим. Всюлетний фестиваль, по словах организатора, устанет самым масштабным за пошние 30 год. На его запрошены представники 150 краин. Гэта 20 тысяч человек. Международный контакт хочется установить, посмотреть, пообщаться с людьми. Там же 150 стран будет, 20 тысяч студентов. Интересен подход, то есть это менталитет посмотреть, с людьми познакомиться, в мероприятиях участвовать, посмотреть, как организована их в целом работа. Белорусская делегация до форума усоцшей наводкомплекты костюмов подрыхтовала. Очень много секретов, потому что программа, она есть, она расписана, но что конкретно, мы пока не знаем. Такая интрига приятная. Организаторы тримают детали фестиваля у сокрытия. Думаю только, что молодых людей чекают выставы, квесты, творшие майстерни и навод веломарафон и забег на 2017 метров. Хедлайнер церемонии открытия фестиваля – гурт «Ван Репаблик». Снежана Крыжевич, Наталья Ильинч, Виталий Лаксеенко. Новины региона. Урочистости областного масштабу и маленькие святы у остановок культуры и адукации на предприемствах и у организациях. Тыдень мати проходит у Беларуси. У нашей республицы у 21-й раз рыхтуется досвяткование Дня Мати. Как рассказали в Управлении статистики Могилевского обалваканкамы, за минулий год у нашей области народилось больше за 12 тысяч детей. Середнюю взрос женщин, яке стали матью, у першыню 26 годов. Усяго у нашем регионе проживая 565 тысяч женщин, больше за 9 тысяч, за яких – шмадзетная мать. Например, могилевская семья Леоненко выховывает 14 детей. Головное областное мероприемство, присвященное Дню Мати, запланованное на 13-е кастришника. На урочистый прием обалваканкам запрошено 40 женщин. 14 из них отримают орден Мати. До речи, этим высоким знаком пашаны на Могилевщине уже узнагороджено больше за 870 женщин. Напереды Дни Святого Покрова Пресвятой Богородицы в Могилеву прибудуть мощи Блаженной Матроны Московской. Сустреша Каучега отбудется архиерейским чином у пятницу 13-го кастришника у 17.00 у Спаса Преображенским кафедральным собором по улице Габровской. Затым у ладыка Сафронии узначались усе ножны у гонор Покрова Богородицы. Мощи Матроны Московской будут знаходиться в областном центре до 27-го кастришника. Поклониться святыне можно с 8-ми ранницы и до 19-ти 00. Усе новинные про життё в области на нашем сайте tvrmogilio.by А я с вами развитвуюся. До встречи!